Самого сильного выбирали во дворце спорта Норд. Там прошло первенство Нейнского округа по пауэрлифтингу в отдельном упражнении жим лёжа и окружные соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования по классическому жиму лёжа проходят с два дня. Своей силой и с норовкой меряются молодые спортсмены, девушки и юноши. Самому юному 12 лет, самому взрослому 18. Всего в первенстве участвуют 28 спортсменов. Это воспитанники Норда, Труда и Лидера. Победителя определяют в каждой весовой категории по максимальному количеству поднятых килограммов. Сегодня мы проводим по классическому пауэрлифтингу, то есть без применения экипировки. Экипировки это майка жимовая. Ну, тут зависит только от себя. Жим лёжа – это базовое упражнение в бодибилдинге и пауэрлифтинге со свободными весами, предназначенное для развития мышц груди и рук. Классический жим лёжа делается на спине на специальной скамье. В исходном положении штанга удерживается на вытянутых руках над грудью, затем опускается на грудь и выжимается снова вверх на вытянутые руки. Многие, особенно женщины, считают пауэрлифтинг непопулярным и даже опасным видом спорта. На самом деле спортсмены уверены, штанга может решить любые проблемы, в том числе и со здоровьем. Молодые спортсмены, участники сегодняшнего первенства, в этом виде спорта не так давно, но уже по достоинству оценили результаты. Десапы больше прибавились уже. В принципе, как бы мышечную массу набрал. Вот такую небольшую, в принципе, за год не сильно изменился. Правильное питание. Выполнять все под расчётом тренера. Соревнования по классическому жиму лёжа – это возможность проверить свои силы, понять, чего достиг и к чему стремиться дальше. Ну, 60 килограмм пошло легко. 65 уже так трудновато. Решу 67. Не пошло. Не получилось. Расстроился? Нет. Я буду продолжать дальше. Галина Подлёднова сегодня в соревнованиях не участвует, не попадает в возрастные рамки. Говорит, с удовольствием бы выступила, попробовала бы вес в 55 килограммов. Но на ней сегодня организаторские функции. Конечно, они всё хорошо выполняют. Большие веса делают. Всё шикарно. В результате двухдневных соревнований самыми сильными спортсменами в абсолютной категории судьи признали среди девушек Наталью Конякову с весом 42,5 килограммов, среди юношей Вячеслава Хламова – 120 килограммов. А на третий день в Норде соревновались спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Всего в первенстве по жиму лёжа приняли участие 9 человек. В абсолютной категории победителем среди женщин стала Марина Говша с весом 65 килограммов. А у мужчин победил Александр Рощев, выжив от груди 107 килограммов. Для этого у нас они регулярно ходят, занимаются. Четыре раза в неделю. Понедельник, среда, пятница, суббота. С утра с 9.00 до 10.30. Для них у нас учреждение Дворца спорта Нор приобрело тренажёры, скамейку специально соревновательную. Победители и призёры всех соревнований получили грамоты, медали и призы. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».